МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Берегись проката в автомобиле". Пользователи каршеринга не перестают попадать в сводки происшествий по всей стране. Здравствуйте! В студии Эдуард Петров. Что случилось? Что случилось? С мамой случилась беда. Мама умерла. Двое погибших под вашими колесами. Вы что-то хотите сказать их родственникам? Будьте осторожны за рулем. Я вообще не видел, что было передо мной. Короче, блин, да убери микрофон, пожалуйста. Не ругайся. Вчера точно не пил. Позавчера пил. Дуем, едем. Еще, 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 еще. Стание алкогольного опьянения в 4 раза превышает установленные нормы. В текущем году нашими сотрудниками выявлено более 49 тысяч нарушений допущенных водителями каршеринга. За что вас задержали? Нашли запущенного часа. Часто останавливают сотрудники ДПС? Часто. Права спрашивают, да, аккаунт? Вы по своему аккаунту едете? Нет, я купил его. И аккаунт купили, и права купили. За это будет предусмотрена уголовная ответственность со всеми вытекающими последствиями. Меня занесло на Скорском участке, и я попал в ДТП. Вам выставлен штраф в размере 1 миллиона 31 тысячи рублей. Каршеринг, аренда автомобиля по минутам, появился в нашей стране несколько лет назад. Специально для тех, кому машина нужна ненадолго. И правда, удобнее не придумаешь. Сел не захотел и поехал, куда глаза глядят. А потому в больших городах России каршеринг становится все популярнее и служит альтернативой такси и общественному транспорту. Вот только количество нехороших историй с участием таких авто неуклонно растет. Кто садится за руль каршеринга? Легко ли подделать аккаунт для аренды автомобиля? И как сделать сервис прокатных машин удобным не только для его пользователей, но и для всех участников дорожного движения? Мы взялись за это дело и провели свое расследование. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Житель подмосковного города Люберцы Валерий Васильев заядлый путешественник и меломан. На холодильнике магниты из разных стран. А рядом в шкафу большая коллекция дисков и виниловых пластинок. Васильев вспоминает, когда-то именно музыка сыграла большую роль в знакомстве с будущей женой Светланой Шматко. Те, кто вышел из 90-х, они хорошо знают Пэджа Бойс, Депешмот, Мадонны, как я говорил, и много-много других. И так получилось, что мы с ней оказались именно в одной волне. То есть, что не было такого, что вот, ой, выключи, не могу, уши заворачиваются. Никогда. То есть, в этом плане у нас именно полное совпадение вкусов. Вот. И приехал в гость, у него большая фонотека. И как-то так вот, познакомившись, стал общаться плотнее, плотнее, плотнее. Стали встречаться. А братьевы, получается, сколько люди? Ой, ну, мы где-то года с 2000-го, наверное, с 99-го, все, стали жить вместе. Уже как. А официально уже перед рождением своего первенца, ну, как-то поженились. Так что это, сколько, ну, 20 лет вместе. Вот как вот официально можно сказать. Супруга Валерия Васильева, Светлана Шматко, погибла 11 июля 2022 года. Ее на пешеходном переходе сбил автомобиль каршеринга. Утро понедельника, банально, все, привет, привет, пока, пока. И я уехал на работу, она убежала на свою. Я еду себе, там, гадаю, еду. Вот, потом звонок, незнакомый номер. Там, это работодатель, коллега Светланы, там, где вы сейчас находитесь. Светлана сбила машину. Ну, не волнуйтесь, она дышит. Валерий Васильев помчался в больницу, но не успел. Да, это просто дикость, это. Ты, тебе просто как будто на тебя вот бетонный блок уронили, ты придавленным, и у тебя ни мысли, ничего не работает. Это невозможно представить. И пережить заново. Жуткое ДТП на Октябрьском проспекте в Люберцах попало в объектив камеры видеонаблюдения. Автомобиль каршеринга на огромной скорости летит по встречной полосе. И даже не тормозит перед зеброй в момент, когда там находятся люди. Удар был такой силы, что троих пешеходов отбросило на несколько метров. Начинает ехать сюда, мы думали, что он заворачивает. Начинается, по-моему, даже он прибавил скорость. Поехал прямо на пешеходов. Три пешехода подлетел, обретался. Пострадавших 46-летнюю Светлану Шматко, 45-летнюю Анну Корня и 14-летнюю Милану увезли в больницу. Спасти удалось только девочку-подростка. Светлана Шматко и Анна Корня скончались, не придя в сознание. Мне позвонила мамина коллега с бывшей работы, уточнила, где мама. Потому что она прочитала в телеграме, в новостях, что произошло такое ДТП. И там фигурирует наша фамилия и возраст подходящей матери. Я сразу же позвонил маме, трубку поднял уже врач. Ну, я сразу поехал в больницу. И там меня к ней не пустили, она находилась в реанимации. Я пробыл там около полутора или двух часов. Потом меня отправили домой, сказали находиться на телефоне, потому что там мать находится без сознания и к ней меня не пустят. В течение минут 40-50, наверное, я приехал домой. И мне позвонили из больницы, сказали, что что-то не случилось, что мать умерла. Водитель каршеринговой машины Кио, житель Сургута Рустем Ильясов, с места ДТП не сбежал. Мужчину задержали и сразу же отвезли в больницу. В его крови эксперты не обнаружили ни следов алкоголя, ни наркотиков. Что стало причиной столь неадекватного поведения на дороге, пока не ясно. Рустем, на какое решение сюда вы рассчитываете? Двое погибших под вашими колесами, вы что-то хотите сказать их родственникам? На время следствия Ильясова отправили в СИЗО. Рустем, зубы или взгины в глазах от этого потемнело? Или вам действительно стало плохо? Да. Мы предложили обвиняемому озвучить свою позицию по данному делу. Однако он от встречи со съемочной группой категорически отказался. Возможно, потому, что Рустем Ильясов оказался владельцем нескольких заправочных станций и одного магазина в Сургуте. Все его предприятия с крупными долгами. Сейчас против Рустема заведены четыре арбитражных дела. Мужчина задолжал 44 миллиона. Его, как выяснилось, ищет налоговая. Возможно, поэтому Ильясов пользовался арендным автомобилем. Своё имущество, судя по всему, спрятал, опасаясь, что его арестуют. К трагической истории Валерия Васильева, потерявшего супругу в ДТП с каршерингом, мы вернемся чуть позже. Ниша каршеринга многими водителями воспринимается как серая зона. Это подтверждают и рейды сотрудниками 2-го отдельного спецбатальона ГИБДД Москвы. В один из них отправилась и наша съемочная группа. Первая точка в северном округе столицы. Экипаж ДПС занимает позиции и приступает к работе. Взмах жезла и первый арендованный по минут на автомобиль останавливается на обочине. Москва, 3-я магистральная улица, очередной рейд. Сотрудники госавтоинспекции остановили человека, который ехал на этой машине и подозревают, что он употреблял наркотики. Сейчас мы к нему подойдем и спросим, так это или нет. Вы можете с нами поговорить? Здравствуйте. Здравствуйте. Все чувствуете? Здорово. Что курили? Мы ничего не курили. Мы проверим сейчас и все. Вы уверены, что вы себя чувствуете хорошо? Я-то уверен, что только у меня болит голова. Почему? Ну, я упал на самокате. На самокате упал? Да. Это всегда синяки у вас, да? Ну, видно садином на моем лбу, да, только лишь потому, что я упал на самокате, у меня болит голова. По словам молодого человека, который представился Ильей Чебыревым, запрещенные вещества он никогда в жизни не употреблял. А причиной остановки якобы стал его внешний вид. С чем не согласны в данный момент? Я совсем согласен. Я подозрительный, показался инспекторам только, что у меня лицо не в надлежащем виде. А как бы это как после драки? Ну, как бы не после драки. А падение от самокате на асфальте то же самое может быть. Голову ударили? Да. Когда это было? Пять дней назад. По алкоголю пили? Нет, не пил. Вчера точно не пил. Позавчера пил. Прибор показал нули. Нули. По алкоголю нули? Конечно. А вот по наркотическим веществам надо ехать... Поедем, покажем. То есть вы не отказались? Нет, а зачем мне отказываться? То есть вам бояться нет? А чего вам не бояться? Клиентов у сервисов каршеринга все больше. А вместе с этим увеличивается и число граждан, которые считают, что на арендованном автомобиле можно делать все, что хочется. Для профилактики правонарушений сотрудники столичной госавтоинспекции постоянно проводят специальные рейды. Некоторые каршеринги, увидев сотрудников полиции, резко перестраиваются в левый ряд, в надежде, что проедет и незамеченным никто его не остановит. Но вот эту машину из левого ряда как раз остановили, сейчас проверяют документы у водителя. Вы часто пользуетесь каршерингом? Да, часто. Каждый день почти. Понятно. Ехали в левую ряду, думали, что вас не заметят? Нет, вообще не боюсь. Даже гражданин Черногории, видите, пользуются. Гражданин Черногории. У вас и права, кстати, у вас черногорский, да? А дубликат должен быть российский? Совершенно верно. У водителя присутствует, все нормально. Аккаунт принадлежит водителю. Ну и как в России каршерингом пользуются? Удобно? Очень удобно, да. Останавливают часто? Нет, вот поначалу, там еще два-три назад, чаще остановлюсь, сейчас не так часто. Понятно. То есть вы считаете нормальный вид транспорта, безопасный? Прекрасный, да, безопасный, не знаю, удобный. Самое главное, удобный. Еще один остановленный автомобиль каршеринга. Инспекторы второго отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД, Главное управление МВД России по Москве, помимо водительского удостоверения, вежливо просят предъявить смартфон с открытым приложением. Здравствуйте. Мы хотели вас узнать, вы часто пользуетесь каршерингом? Часто. Часто? Да. Ну и как вам этот вид транспорта? Очень нравится. А часто останавливают сотрудники ДПС? Часто. Часто? Что спрашивают? Про вас спрашивают, да, аккаунт. Можете помочь? Белки, я просто не знаю. Совпадает? Все совпадает, все замечательно. А если не совпадает? В таких случаях, к сожалению, редкость отстраняем, конечно. За рулем каршеринга граждане ведут себя по-разному. Одни соблюдают все предписанные правила, другие не прочь полихачить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это Новосибирск. Гонщик на арендованном авто не справился с управлением и влетел в автобусную остановку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одна женщина погибла на месте. Еще троих пострадавших увезли в больницу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажите, а вы помните момент основного наезда? Как это произошло? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня уже сработали подушечки. Я вообще не видел, что было передо мной. Вы, получается, просто не справились с управлением, да, на светофоре? Да, на моей полосе стояла машина перпендикулярно мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу сказать, что груз у нас у всех на сердце, у родственников, у меня, у сынов там численность. То есть вот это, что случилось, это как бы до конца жизни теперь. имейте в виду, что... Ну, и хочется сказать всем, что будьте осторожны за рулем. Вот, в общем-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это Казань. Водитель каршеринга на огромной скорости пытался объехать строительную площадку. Не вышло. Иномарка вылетела в котлован и перевернулась. Чтобы вытащить водителя и пассажиров, спасателям пришлось распилить крышу машины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Москва. Школьники арендовали каршеринг через поддельный аккаунт и врезались в столб. К счастью, обошлось без увечий. Но по мере распространения каршеринга по стране трагедий с таким видом транспорта становится все больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ярославское шоссе. Поток автомобилей здесь всегда плотный. Независимо от дня недели и времени суток. Александра Тимофеева остановили инспекторы. Машина под его управлением резко перестраивалась из полосы в полосу. Тут же выяснилось, Тимофеев под шофе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Добрый. Пивали? Пивали? Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что у вас с состоянием? От вас запах алкоголя стоит? Понятия не имею. А? Понятия не имею. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пройти освидетельственное состояние алкогольного опьянения готовы? Готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алкоголь выпивали сегодня? Нет. А вчера? Вчера, да. Много? Нет. Как чувствуете себя? Великолепно. Великолепно? Скажите, а что-то отмечали вчера? Да. Сегодня. Сегодня отмечали? Много выпили? Да немного выпили. Ну, пахнет просто. Сумочку заберите на всякий случай. Или закройте машину, чтобы сумочка ваша не пропала. Не попроете руку. Ну, на всякий случай. Горяженого бога горяжен. Да. Вообще ни о чем. Духа. Что же вы так здоровы после праздника с Эли? Какого праздника? Какой праздник? Какой праздник? Вы же говорите, что-то отмечали. День рождения. А у вас сегодня день рождения? Да. День рождения. Счастья, здоровья. Но в таком виде, к сожалению, нельзя за руль садиться. В каком? В состоянии алкогольного опьянения. Поняв, что за руль сегодня больше не сядет, именинник Александр Тимофеев ужасно расстроился. Вы понимаете, что так нельзя? Что нельзя? Нельзя в таком состоянии за руль садиться. Ай. Короче, блин, да убери, блин, микрофон, пожалуйста. Не ругайся. Блин, да что такое? Пописать, пожалуйста. Подуть, пожалуйста. Давайте сейчас упрыть вихрь. Легко. Да, блин, да пусть она мне не мешает. Не мешает. Куда я упаду, блин? Слышите, с камерой давай там. А-а-а, передаю приветствия всем своим родным и близким. Давай. Ты все. Это за руль сцами в отличие от вас? Наверное, нет. Давайте. Дудку. Дам-дам. Дам-дам-дам-дам-дам. Часто вообще хорчурингом пользуетесь? Нет. Сейчас ты сегодня первый раз сел? Впервые. Впервые? А за рульом сколько уже? Восемь лет. Восемь лет? А садились с ним при этом? Нет. А что сегодня тут зашло? А сегодня отрезвым. Вы трезвым? Естественно. Да. От вас пахнет, а вы качаетесь. Бам. Я в шоке. Правильно, как я. Да, пофиг. Это я. Это ж не то, что писать. Нет, никакой не роблю. Давайте. Я просто держите пока, что выпиваю. Ты просто печатаю. Ничего не выпивал. Минеральную воду. Минеральную воду. Как случится? Не надо. А чувствуете себя? Давай, дай. Дуем, едем. Еще, 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 еще. Молодец. В присутствии понятых Александр Тимофеев все же решился пройти тест на алкоголь, что называется, дунуть в трубочку. Так, товарищ понятые, товарищ Тимофеев, у вас установлено 0,687 миллиграмм на литр. У вас установлено состояние алкогольного опьянения при допустимом значении 0,16 миллиграмм на литр. Состояние алкогольного опьянения в 4 раза превышает установленные нормы. Вы согласны с результатом освидетельствования? Ну, естественно. Согласны? Товарищ понятые, слышите, что господин согласен? Все, сейчас сделаем записи, все свободны. Также вам разъясняю, что за управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения машина эвакуируется в штрафную стоянку. Вам понятно это? Да, я согласен. Хорошо, спасибо большое за понимание. Ну что же, вы, получается, нас обманули? Вы же нам сказали, что вы ничего не пили. Да, пил. Пил? А что пил? Воду, архыз. Ну, архыз не показал бы то, что показал. Ну, показал. Александр, может, вы что-то еще запрещенное употребляли? Да, употреблял, да. Употребляли? Употреблял. Вы нам расскажите, что употребляли? Употреблял, да много употребляли. Ну, вы еще. Да, конечно. Ну, вы нам расскажите, что именно. Вам мне расскажите. С водительским удостоверением Александру Тимофееву придется распрощаться. Было установлено состояние алкогольного опьянения 0,687 мг на литр. После чего в отношении Тимофеева был составлен административный материал по статье 12.8.1 Кодекса административного правонарушения Российской Федерации, что предусматривает лишение права управления от 18 до 24 месяцев со штрафом 30 тысяч рублей. Также эвакуация транспортного средства на специализированную автостоянку. А еще нарушитель Тимофеев должен будет заплатить солидный штраф компании каршеринга за нетрезвое вождение. Чтобы узнать, как меняется ситуация с каршеринга в Москве, мы обратились к руководителю столичной госавтоинспекции Александру Быкову. Генерал-майор полиции не часто дает большие интервью, но для нашей программы сделал исключение. Как часто инспекторы ДПС выявляют водителей каршеринга в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? В текущем году у нас выявлено более 600 факторов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Также выявлено около 20 случаев управления транспортными средствами без аккаунта, вернее с подложенным аккаунтом, потому что без аккаунта не заведется. Без прав, без водительских удостоверений такие случаи выявляются? Без водительских удостоверений, да, у нас тоже выявлено порядка где-то 50 фактов таких. Это в основном иностранцы или граждане России? Знаете, это разные категории, в том числе и лица, пребывающие из рубежа, и молодая категория участников дорожного движения. Также попадается категория лиц, которые лишены права управления, либо не имели права управления, действия которых будут квалифицированы по статье 12.7 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. В текущем году нашим сотрудникам выявлено более 49 тысяч нарушений, допущенных водителями каршеринга. Основные из них – это несоблюдение бокового интервала, отсутствие документов, установленных правом дорожного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований дорожной разметки и требований дорожных знаков. Продолжение следует... В последние годы каршеринг действительно полюбился жителям мегаполисов – быстро и недорого. Но немногие пользователи внимательно читают условия договора аренды. В марте 2022 года житель Санкт-Петербурга Борис Узбеков арендовал стоявшее рядом с домом авто. От Пулковского шоссе до поселка Шушары он планировал добраться минут за 20. И потратить на это каких-то 200 рублей. Вот только по дороге Узбеков попал в аварию. Меня занесло на Скольском участке, и я попал в ДТП, то есть врезался в отборник. После чего я позвонил сразу же в каршеринговую компанию, в поддержку. Сообщил о том, что попал в ДТП. Мне сказали оставаться на месте, сфотографировать машину со всех сторон и прислать им на почту. После чего я действовал по инструкции. Вызвался, пока вызвал сотрудников ДПС, сфотографировал. Я отправил им все необходимые документы. За неудачную поездку и эвакуацию Узбеков заплатил 5000 рублей. А через три дня получил сообщение о задолженности за ремонт иномарки. Пришло уведомление о том, что нам очень глубоко жаль, но нашему автомобилю были нанесены повреждения, увечья. И, соответственно, в связи с этим, вам выставлен штраф в размере 1 миллиона 31 тысячи рублей. В эту сумму компания Каршеринг внесла какие-то несуществующие нарушения Бориса Узбекова. Это превышение скорости и состояние алкогольного опьянения, и даже оставление места ДТП. Разумеется, ничего из вышеперечисленного в реальности не было. И это подтверждено документами с места аварии. И все же Борису предложили погасить штраф. Хотя бы в рассрочку. Причем первый звонок поступил уже на следующий день, после получения штрафа. Коллекторы предлагали договориться. Сумму существенно уменьшили. Я согласился, да, я попал в ДТП, да, я причинил вред данному транспортному средству. И я сказал, что я готов выплатить штраф, но не более 200-300 тысяч рублей. Коллекторская организация предлагали выплатить 500 тысяч рублей, чтобы не доводить дело до суда. Но я отказался, потому что, повторюсь, на 500 тысяч там даже не тянет по моим меркам. Сейчас Борис Узбеков отстаивает свои права в суде. Вот только шансы победить каршерингового гиганта у него невелики. КОНЕЦ А мы возвращаемся в Москву, в рейд с сотрудниками второго отдельного спецбатальона, район Новокосино. Несмотря на то, что от водителя каршеринга не сходил характерный запах алкоголя, его поведение показалось полицейским подозрительным. Мужчина по имени Яков начал активно доказывать, что инспекторы вообще не имели никакого права его останавливать. Запах алкоголя у него из полости рта не исходило. Больше у него поведение на то, что наркотические вещества он употребляет. На вопрос, употреблял ли он запрещенные вещества, он сказал, что он недавно употреблял запрещенные вещества. И от прохождения медицинского освидетельствия на стояние наркотического опьянения в присутствии двух понятых водитель отказался. Я должен вам объяснить, что за отказ от прохождения медицинского освидетельствия есть статья 12.26, часть 1, за которой предусмотрено лишение права управления от полутора до двух лет с административным штрафом 30 тысяч рублей. Вам это понятно? На место приехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели личный досмотр машины и водителя. И нашли у него наркотики. Дальше, пандиты. Выясните, пожалуйста, что это такое, гражданин? Вещества запрещенные. Где он нашли его? На улице. Скажите, пожалуйста, а за что вас задержали? Нашли запрещенные вещества. А что нашли? Не хочу говорить. Нет, отказывай. Это ничего такого нет. Ну, вы точно знаете, что это запрещенное вы? Да. Как шерингом часто пользуются? Да. Почему отказались от медосвидетельствования? Не вижу смысла. Ну, вы же знаете, что у вас права отберут. Да. За хранение и продажу наркотиков Якова может грозить солидный тюремный срок. А за руль арендованного авто он сядет нескоро. Инспектор вправе осмотреть машину, в каком техническом состоянии находится каршеринг? Вот осмотреть там огнетушитель, смена колеса должно быть в этом комплекте? Реализуя свои полномочия, инспектор ДПС вправе внешним осмотром транспортного средства выявить какие-то неисправности. И если эксплуатация транспортного средства запрещена, с учетом этих неисправностей, запретить эксплуатацию транспортного средства вплоть до помещения его на специально охраняемое место, стоянку. То есть водители должны быть к этому готовы, к осмотру автомобиля. Здесь это полное право нашего сотрудника. Такие полномочия предусмотрены законом. За рулем каршеринга нередко оказываются люди без водительского удостоверения. Кого-то из них давно лишили прав, а кто-то по расхлябанности просто забыл документ дома. Так случилось и с Василием Ивановым. Как вы права не забыли? Так бывает, форс-мажор. Дома оставили? Ну, в одном хамуре просто там документы, права, паспорт, все в одном. Самый важный документ водителя. Ну, немножко штрафануть сейчас. Рублей 500. Ну, может быть, да. Скажите, каршерингом часто крутитесь? Бывает, да. Наша съемочная группа доезжает до точки, где дежурит другой экипаж. Водителя каршеринга «Кио Рио» Романа Уманса заподозрили в употреблении алкоголя и запрещенных веществ. Мужчине предложили продуться или поехать в больничку. Но он упрямится, видимо, понимает, чем для него закончатся подобные процедуры. Ну, вы знаете, что за отказ от медосудительствования у Вас могут отобрать права на некоторое время? Да, знаю. Готовы расстаться с ним? Нет, не готов, но... Да, получается, готов. Так готовы или не готовы? Да, да, готов. Как относитесь вы к такого рейда, роду рейда? Ну, положительно это выявляет нарушителей, однозначно. И как таковы впечатления? Ну, в этот раз, наверное, да. На Романа Уманса инспекторы составили протокол за отказ от медицинского обследования, что, согласно закону, приравнивается к пьяному вождению. Пьяный на белке бил человека, но с человеком все в порядке. В прошедшем году, с учетом нашей проводимой работы, мы достигли значительных результатов, и аварийность на этой категории участников дорожного движения у нас снизилась. Более чем на 10% количество как дорожно-транспортных происшествий, так и погибших и раненых в них людей. В текущем году, по итогам трех месяцев, мы отмечаем увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, более чем на 10%, и пострадавших в них людей. Погибших людей у нас количество стабильно, 5 человек мы потеряли в дорожно-транспортных происшествиях с участием каршеринга. Связано это в том числе и в том, что парк каршеринга у нас постоянно увеличивается, но мы за данной категорией постоянно осуществляем надзор и особо приставили внимание к этой категории водителей транспортных средств. А причина гибели водителей каршеринга – это, может быть, в плохом состоянии машины, или это вина водителей, которые не справляются, или маленький опыт вождения? Вот какие в основном такие случаи происходят? Основные причины дорожно-транспортных происшествий – это вина водителей, поскольку транспортные средства, участвующие в прокате именно шеринговых компаний, они достаточно свежие, до трех лет. В прошлом году этот срок эксплуатации был увеличен до четырех лет, и техническое состояние у них удовлетворительно. Основные причины ДТП – это несоблюдение скоростного режима, несоблюдение дистанции, несоблюдение бокового интервала, выезд на полосу встречного движения, ну, иногда, естественно, проезд на запрещающийся канал светофор. И снова в рейд. Очередной водитель, который вызвал некое подозрение у сотрудников ГИБДД. А скажите, а как вас зовут? Андрей. Андрей Исакевич. Он – приезжий из Молдавии. У стражей порядка возникли вопросы к его документам. По своему аккаунту едете? Нет, я купил его. И аккаунт купили? Аккаунт купил. Все нормально у меня. А где вы купили аккаунт? Вы должны были просто зарегистрироваться. Ну вот, зарегистрировался нормальный аккаунт. Просто вы так спросили, как будто я купил аккаунт. И аккаунт купили, и права купили. Аккаунт у Исакевича действительно оказался настоящим. А вот водительские права приезжего показались подозрительными. Данное водительское удостоверение будет сейчас изъято у него и отправлено на экспертизу. Где экспертам будет принято соответствующее решение по нему. Является оно поддельное? И что будет по нему позадать? Будет возбуждена уголовная статья 327. В последнее время так называемый черный рынок учетных записей каршеринга расширяет границы. И в интернете все чаще предлагают купить такие данные для нелегального использования. Речь идет как о взломанных аккаунтах, так и о так называемых учетках, оформленных на подставных лиц. За управление транспортным средством по подложенному аккаунту грозит уголовная ответственность, поскольку данное деяние образует состав уголовного преступления 166 Уголовного кодекса неправомерность за владение транспортным средством. И это серьезное наказание для человека? За это будет предусмотрена уголовная ответственность со всеми вытекающими последствиями. Обезопасить участников дорожного движения от неадекватных водителей каршеринга могли бы специальные приборы-алкотестеры, установленные в салоне автомобиля. Они бы не позволили даже завести машину, не то чтобы выехать на оживленную трассу. Но такая инициатива поддержки пока не получила, ведь это без сомнения увеличит стоимость поездки. К сожалению, такие устройства безумно дороги. Во-первых. Во-вторых, в Российской Федерации не производится. Эти деньги не возьмутся из воздуха, они возьмутся из кармана потребителя. А дальше возникает простой экономический закон. Если человеку на этом сервисе дорого, он предпочтет другой сервис, там, общественный транспорт, например, и все будут в минусе. Чаще всего пар каршеринга составляют новые или почти новые автомобили. Тем не менее, они изнашиваются на глазах. Это вполне объяснимо. Куда потом деваются эти машины? А это у нас есть такие свои каналы, и мы вот эти машины отдаем. Ну, то есть они в каршеринге не остаются? Они потом уходят обычным людям, то есть можно купить в своем пользовании машину, которая раскрашена? Есть разные каналы, куда уходят эти машины, кто-то попадает на небеса. Каршеринг – услуга только для законопослушных и ответственных граждан, и желательно с большим опытом вождения. И любой, кто собирается воспользоваться прокатным автомобилем, должен понимать, что сразу становится объектом пристального внимания дорожных полицейских. Наш совет – ни в коем случае не приобретайте подложные аккаунты в сети интернет, либо у своих знакомых, поскольку к данной категории транспортных средств мы обращаем пристальное внимание, и в любом случае тяжело проехать мимо сотрудника госавтоинспекции без предусмотренного законом проверки. В случае выявления такого факта вы будете привлечены к уголовной ответственности со всеми вытекающими последствиями. Поэтому совет молодежи – не ломайте жизнь, учитесь в автошколах, получайте право управления транспортным средством и управляйте транспортными средствами только при наличии установленных в ПДД документов. Ну и тем гражданам, которые решили, выпил, проще доехать на каршеринге, тоже не получится, абсолютно человек может попасть в поле зрения сотрудников ДПС. Все правильно, статистика подтверждает, и 600 водителей, которые нами выявлены в текущем году, это почувствовали на себе. Люди на самом деле не сильно хорошо на каршерингах передвигаются. Вернемся к трагедии Валерия Васильева. 11 июля 2022 года он потерял супругу Светлану Шматко. Женщина погибла в ДТП с автомашиной каршеринга. Каждое утро Валерия начинается с долгого взгляда на экран смартфона. Мужчина словно разговаривает со своей любимой Светланой, но на людях он держится, вспоминая, что самое страшное для него было, это рассказать обо всем случившимся детям. Ну, в этот же день мой старший, он звонил маме, она, естественно, не отвечала, вот, он начал звонить мне, что случилось, писать смс, что случилось, что случилось. Ну, я как мог говорил, подожди, 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 я мне тут выясняю, там, с мамой случилась беда, сейчас врачи работают. Вот, ну, вот, когда я узнал, я уже позвонил сыну и сказал, что мама умерла. В тот день, конечно, он меня очень поддержал, а младшая, она, конечно, когда пришлось ей сказать, она, конечно, рыдала очень сильно, очень сильно. Ну, а про тещу я, я уже, что тут скажешь, единственная дочь, любимая. Да и, в принципе, знаете, когда семья живет в любви, в согласии, и вот потеря любимого человека, она бьет на повал. Такими мы увидели проблемы отечественного каршеринга и его клиентов. Это было наше расследование из разных регионов страны. Выводы делал только вам. До встречи на телеканале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин